Поговорим о генерализации ваших мыслей, ваших состояний, ваших каких-то навязчивостей. Навязчивости, связанных и со здоровьем, с самочувствием, навязчивостей, связанных и с какими-то привязанностями. Например, я расскажу такую притчу, притчу про Хаджуна Средина. Послушайте, Хаджа Насредин продавал Баю лекарства и говорил, пей его регулярно, там утром и вечером в определенное время. Но не думай о белой обезьяне, а то лекарство тебе не поможет. И вот Бай пил лекарство, а лекарство ему не помогало. Хаджа Насредин – это Астап Бендер в средневековые годы Средней Азии. Как же быть, как же не думать о белой обезьяне, если Хаджа Насредин ему сказал? Да очень просто. Думайте о розовом слоне. То есть нельзя не думать, можно думать о чем-то. И это замещает ту навязчивую мысль, которая вас преследует. Также это и с фобиями, с вашими страхами или какими-то привязанностями. Я обычно привожу такой более циничный, солдатский прием, чтобы не думать о навязчивостях. Я говорю, берете электрический утюг, нагреваете его посильнее. Их голые жопы. И вы, во-первых, не посмотрите, что там случилось. Во-вторых, не сядете. А в-третьих, будет больно. Какие тут навязчивости, какие тут белые обезьяны, какие тут мысли. Но не так мы заниматься будем с вами в наших тренингах. Не вот такой грубый клин клином. И вообще, клин клином не выбивают. Нужно не генерализировать наши навязчивости. А как не генерализировать навязчивости? Это рисовать фон. И мы поговорим о том, как рисовать фон, чтобы спрятать эту зверушку в фоне. Ну, вы знаете, такие рисунки бывают. Найдите 9 тигрят в нарисованном тайге или какой-то джунглях. И вы нашли 5 тигрят, а еще никак не можете найти 4 тигрят, которые спрятаны в фоне. И когда мы рисуем фон, то тогда эти тигрята, эти навязчивости не будут выпирать. А раз они не выпирают, значит, они не будут той мозолью, на которую трудно наступать. И не будут теми ожогами на той заднице после вашего утюга. Ну, давайте заниматься. Подписывайтесь на мой канал. На связи.